Дороги ровные и красивые. Ульяновск может похвастаться отремонтированными дорогами почти в каждом районе города. Он стал гораздо комфортнее для автолюбителей, но стал ли город безопаснее для пешеходов? Говорят, что на этом пешеходном переходе очень часто сбивают стариков и детей. Знаки о том, что здесь есть лежачие полицейские, еще висят, но самих полицейских уже нет. Улица Оренбургская на всем своем протяжении, по мнению жителей, стала очень опасной. Взрослые обеспокоены судьбой детей. Машины летят на бешеной скорости, ни с колясками, ни с собаками, ни с детьми не пропускают. И у детского дома даже, по-моему, ребенка сбили недавно. Лежачие полицейские были, было очень хорошо. Даже ночью ездили спокойно ночью, летают просто на невероятной скорости. Невозможно ни перейти дорогу, ни утром, ни в обед, ни вечером, никогда. Проблемный участок включает в себя три пешеходных перехода. На остановке улица Оренбургская, от дома детства к школе номер 22 и от геронтологического центра к магазину. Основные пользователи зебры – старики-инвалиды. Среди них колясочники, слепые, плохо ходящие, школьники разного возраста и жители близлежащих домов. Пешеходный переход, где дорогу переходят дети. Кусты закрывают обзор дороги, поэтому им приходится выходить на проезжую часть, прежде чем увидишь, не едет ли машина. На пешеходном переходе у геронтологического центра кустов поменьше. Но тут проблема в том, что дорогу переходят старики. Быстро перебежать они не могут. Да и увидеть машину тоже. Мне сложно ходить по этим переходам, потому что машины не останавливаются. Даже перед зеброй, если положено им остановиться за 10 метров, они летят как по автодрому. Раньше здесь были лежачие полицейские. Они как-то снижали скорость. Сейчас они летят без остановки. Автомобилисты торопятся. Бабушки с ходунками переходят дорогу медленно. Под камеру, правда, все ведут себя надлежащим образом. Если нет полицейских, что может их заменить? Чего не хватает дороге? Светофоры, например, я думаю, в этом месте надо ставить. Здесь раньше были лежачие полицейские? Да, нету, да, почему-то. Машины носятся сильно? Ну, конечно, как обычно. Кто разве задержится? Раньше были, да. Потому что здесь и детский дом, и детский сад. И как бы все было предусмотрено, а сейчас нет. На улицах рассказывают о трех сбитых за сентябрь. Одна из них, учащаяся школа номер 22, вытолкнула подругу из-под колес мчащейся машины, но сама избежать удара не смогла. Среди сбитых мальчик и пожилой мужчина. Так почему же убрали так всем нужные искусственные неровности? К нам поступали обращения от центральной городской больницы. И действительно, в соответствии с требованиями ГОСТа, они допускают установку искусственных дорожных неровностей на подъездах к поликлиникам, больницам. Ну, понимаем, когда тяжелых больных везут, как бы тоже это не совсем удобно для машин скорой помощи. Поэтому эти искусственные дорожные неровности были там демонтированы и их оттуда убрали. Требование ГОСТ святое. Нарушать их нельзя ни в коем случае. Именно они – залог безопасности и нормального функционирования всех составляющих комфортного существования горожан. Но, как всегда в России, на каждый ГОСТ есть другой ГОСТ, который требует, чтобы переходы вблизи детских учреждений были снабжены особой разметкой, прилегающей территории ограждением и за 15 метров от перехода все-таки лежачими полицейскими. Налицо невыполнение этих ГОСТов. Дорожная разметка ограждения лежачие полицейские – это же тоже требования ГОСТа. Почему-то они не выполнены. Налицо конфликт законодательства со здравым смыслом. Ситуацию мог бы решить регулируемый светофор с кнопкой для пешеходов, но… Светофор мы установлены в тех местах, где концентрация дорожных происшествий, где ситуация аварийная. Но на каждом пешеходном переходе мы тоже не можем сделать. Получается, мы транспорт полностью установим. Какой ГОСТ важнее? Как примирить интересы больницы и детскоучреждения, находящихся на одной улице? Кто позаботится о безопасности стариков? Просим считать этот материал официальным обращением в прокуратуру. Кто-то должен позаботиться о безопасности горожан. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова